С искусства об искусстве Дарить подарки в собственный день рождения – добрая традиция театра. Добрая, но не главное. Каждый год 23 февраля ТЮЗ дает легендарный спектакль «Конек-горбунок». 96 лет назад его поставил маэстро Брянцев. Собственно, тогда и началась история нового театра для детей и юношества. Спектакль единственный, в котором задействована вся труппа. И сегодня идет в первоначальном режиссерском прочтении. Меняется лишь состав исполнителей. Начали сначала слухи ходить, что вот Никита тебя хотят вести на роли Ивана. Я сам осознал масштабность происходящего. А потом мне просто уже об этом официально заявили, что я буду играть. Эти, конечно, эмоции непередаваемые. То есть до сих пор осознать полностью, что ты играешь главную роль в таком спектакле великому. Это нужно еще, наверное, время за это. Театр приглашает на постановки молодых режиссеров и приветствует любые творческие эксперименты, в том числе с использованием современных мультимедиатехнологий. Но, пытаясь говорить на новом языке, здесь хранят традиции и всегда помнят главное. Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только лучше. Потому что дети чувствуют фальшь. Они ее чувствуют особенным образом. К ним не придешь сегодня неподготовленным, потому что они тогда, вот этот большой зал, актеры не возьмут. И зал будет гудеть, шуметь. И для того, чтобы захватить этот зал, для того, чтобы он стал твоим, они должны быть настолько искренними и профессиональными. Вот это самое главное, мне кажется, в нашем театре. Кстати, о мультимедийных технологиях. Впервые в истории театр в прямом эфире. Отметить свой день рождения ТЮЗ пригласил не только в зрительный зал, но и в интернет. Увидеть легендарный конек-горбунок можно было на ТЮЗовском ютуб-канале. Оксана Лебедева и Михаил Загоренко, Ростелеком Медиа.